Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Мы знаем, что криптовалютный рынок является реакционным. Это значит, что эмоции часто выбивают многих из колеи. Так она будет, но уже без меня. Поэтому я решил закрыть канал. Есть множество людей в социальных сетях, чьи странички обладают такой обширной аудиторией, что их можно называть СМИ. Крипто Битлорд один из таких людей. Он уже призывал подписывать петицию о прекращении дампа XRP. Теперь же он угрожает сделать форк XRP, если сам Рипл не перестанет распродавать свой цифровой актив. По факту он обещает сделать этот форк и начать всё сначала. Думаю, как минимум 2000 человек поддержат эту инициативу. Я убеждён, что скоро у нас будет достаточно сил, чтобы захватить сеть. У нас уже есть некоторые разработчики и пара партнёрств в планах. Например, KFC и PlayStation. Пишет Битлорд. Однако, если вы спросите моё мнение, я скажу следующее. В истории криптовалюты ещё не было ни одного удачного форка. Поэтому стоит ли и сообществу Рипл идти по этой скользкой дорожке? Битлорду нужно осознать, что навряд ли даже в его многочисленных тысячах подписчиков найдётся команда профессионалов. Из финансовых экспертов, аналитиков, разработчиков, адвокатов, бизнесменов и так далее, которые дадут фору целой компании Рипл. И это только первый поверхностный взгляд. Самый большой вопрос, конечно же, заключается в финансовой подушке, необходимой для развития такого бизнеса. А создание криптовалюты или даже форка криптовалюты, как я уже когда-то рассказывал, можно назвать бизнесом. Но даже несмотря на это, я приветствую возможный форк Рипла. Это будет хороший шанс для того, чтобы объединить людей, которые мыслят одинаково вокруг одного проекта. И это одна из тех прекрасных вещей, которые дарит нам криптовалюта. Выбор. Теперь давайте зададимся вопросом, а стоит ли пост Битлорда целой волны новостей, а-ля Инвесторы угрожают провести форк XRP. Сообщество XRP угрожает устроить захват сети из-за политики Рипл. Сообщество угрожает поглощением Рипла. Криптолорд не является частью сообщества XRP. О каком сообществе тогда пишут СМИ? Как русскоязычные, так и англоязычные при этом. Даже инвесторы в Рипл удивлены. Коин Телеграф, отредактируйте заголовок или вообще удалите этот мусор, который распространяет панику. Сообщество XRP угрожает захватить. Нет, сообщество XRP ничего не угрожает. Основа журнализма это проверка фактов. Если вы не можете сделать даже это, то прекратите публиковать новости. Я полностью согласен с этим комментарием. Криптовалютный рынок все еще неустойчив, а люди все еще его изучают. И заголовки такого плана только вредят всей криптовалютной экосистеме. И если вы собираетесь продвигать криптовалюту в массу, вы точно не захотите ей вредить. Не так ли? Я вот не хочу. Поэтому всем держателям XRP, кто переживает по поводу захвата сети непонятно кем, можете не беспокоиться. Этого не произойдет. На самом деле, эта ситуация настолько нашумела, что даже сам Брэд Гарлингхаус не остался в стороне. Он обратился к средствам массовой информации, которые распространяют ФАТа, Рипл и XRP. Хотя, будем реалистичными, это происходит не только с Риплом. Поэтому Брэд сказал, что он был вынужден прокомментировать эту ситуацию. Меня всегда штурмуют сомнительные источники, распространяющие ФАТ об XRP и Рипл. Их стало еще больше, учитывая то, что происходит на протяжении нескольких последних недель. Распродажи XRP, судебные разбирательства и так далее. Поэтому вынужден ответить. Первое. Как ответчик групповой миски, я не буду вдаваться в детали. Ответ от Рипл скоро будет. Я скажу, рекомендации SEC не являются законом, правилом или постановлением. И так понятно, что Рипл XRP это не секьюрити токен, и это подтвердило Великобритания и многие другие. Второе. Продажи XRP помогают расширять экосистему. Это создание RippleNet, поддержка других бизнес-проектов XRP. Реальность заключается в том, что как только мы сократили наши продажи, инфляция предложения XRP стала ниже, чем у биткоина и эфириума. Третье. Рипл продолжает устанавливать стандарты отчетности и прозрачности. Один из примеров этого является наш ежеквартальный отчет. Мы все это выкладываем, и это не наша точка зрения, а факт. Ребята, нам нужно задуматься, кто на самом деле несет ответственность. Тот, кто пишет подобного плана статьи или медиакомпания, на которой работает этот кто-то. Эту статью написала журналистка Ольга Хариф. Эта женщина пишет о криптовалюте не первый год. Она здесь с 2014 года. Судя по тому, что я уже успел прочитать, ее предыдущие статьи в основном были хорошо проработаны. Видно, что за ними прячется длительное расследование. Она пишет, даже потеряв 3 миллиарда долларов капитализации, XRP остается третьим самым большим цифровым активом после биткоина и эфириума. Очевидно, ее анализы справедливы и сбалансированы, что удивляет. Да, люди поймут, что дела у Риппл идут не совсем так, как хотелось бы, но никто не станет паниковать, прочитав такую статью. А теперь посмотрите, подумайте, как можно назвать людей, придумывающих такие названия для статьи о Тони Вейсе и его спиче про Риппл. Сек занесла молот Тора над Риппл. Звучит так, как будто Риппл пришел конец, причем не сегодня, а вчера. Вот это уже заставляет инвесторов ощутить синдром ФАТ. У меня возникает только одна идея. Давайте создадим ресурс, который показывал бы, насколько та или иная статья в интернете правдива. Собираюсь создать сайт, на котором публика может оценить правдивость любой статьи и отследить оценку достоверности каждого журналиста, редактора и паблишера. Думаю, назвать его «Правда». Писал когда-то у себя в Твиттере Илон Маск. Судя по опросу, эта идея Маска публике понравилась. Однако это приводит нас к вопросу, а стоит ли доверять публике? Публика предвзята. Она либо неинформирована, либо дезинформирована. И очень часто их якобы объективное мнение на самом деле является субъективным. Я не доверяю публике. И хотя Илон Маск все еще не создал такой сайт, некие телодвижения в эту сторону уже совершаются. Например, The New York Times внедряет новую для себя профессию. Факт-чекер. Человек, который проверяет факты. Теперь их статьи проходят три уровня редактирования. Возможно, это и является решением проблемы. Однако дело дошло до того, что на фрилансах уже на полном серьезе существует профессия факт-чекера. Есть даже топ факт-чекеров. Кстати, они просят за свои услуги от 5 до 25 долларов в час в Украине. Ну а топ факт-чекер по миру просит 45 долларов в час, находясь в Штатах. Что сегодня представляет новостная сфера криптовалют? Красная баня, кровавая резня, ликвидация, слив и так далее. Каждый такой заголовок и биткоин падает на 1000 долларов за час. Соответственно, альты пробивают 10-й пол. Да, 5-10% падения за день для этого рынка нормально. Но и рост от 5 до 10% тоже. Поэтому многие трейдеры и любят этот рынок. Им нравится волатильность. Но если вы просто холдер, а особенно не опытный холдер, то терпеть такие дни трудно. В таком случае, вам я бы посоветовал сфокусироваться и на другом виде деятельности, кроме криптовалюты. Однако, возвращаясь к теме видео, низкопробное качество медиа должно найти свое решение. Просто обязано. Возможно, эта идея может стать началом нового бизнеса. Не мог обойти стороной этот момент, потому что Western Union действительно запускает новое приложение, в котором разрешит нулевую комиссию для транзакций. Вот это да, круто! Интересно, а кто же оплачивает этот альтруизм? И второй вопрос. Как именно сможет конкурировать с этим Маниграм? Сейчас я вам покажу, как. Вот курс доллара к евро на 31 августа 2019 года. 0,91 евро за доллар. Это очень важная цифра, запомните ее. Переходим в Western Union и представим, что нам хотят отправить 100 долларов из США в Германию. Получаем мы в евро, соответственно, и получаем 76 евро с копейками. Чтобы сравнение было честным, это будет получение наличными на месте получателями банковский аккаунт, выбранный отправителем для совершения платежа. Ждать придется 4 рабочих дня. Теперь переходим на Маниграм, отправляем 100 долларов из США и получаем евро в Германии. Соответственно, здесь мы получаем уже 87 евро с копейками. Все настройки платежа такие же, как и были в примере с Western Union. То есть банковский аккаунт для оплаты платежа и метод получения наличными на месте. Итак, мы сравнили два одинаковых по алгоритму, но разных по названию метода оплаты. И видим, что Маниграм намного выгоднее, ведь получатель получает больше. Почему? Да потому что курс обмена выше. 0,87 евро за доллар у Маниграма против 0,76 евро у Вестерна. Разница более 10 евроцентов. При том, что в табличке калькулятора Western Union пишет комиссию 4 доллара, что даже меньше, чем у Маниграма, где комиссия практически 5. И это на сотни-то долларов. Представьте, что было бы с более крупными суммами. Именно в таком низком курсе и скрывается та самая скрытая комиссия, которую Western Union берет в качестве своего дохода от операции. И это все происходит тогда, когда вы уверены, что отправляете свои деньги с более низкой комиссией, либо вообще бесплатно. Как мы видим, никакого альтруизма здесь нет. Нас с вами обманывают не только на криптовалютном рынке, так что постарайтесь не давать себя в обиду. А на этом у меня все. Меня зовут Богатиши Ди. И подписывайтесь на канал, телеграмм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатеете. Ну и проверяйте новости. До скорого. Скажи мне, а нет ли какой-нибудь хорошей новости, которая поднимет курс биткоина? Найдется у нас такое досточтивое предписание? Определенно, сир. Издам его немедленно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!